Добрый день, уважаемые слушатели! В эфире Финам ФМ Бизнес Класс. Меня зовут Олег Дмитриев. Сегодня, может быть, это было бы правильно подчеркнуть, некая предновогодняя тема. Тем более и встречаемся мы с вами накануне этого замечательного праздника. Тему мы назвали так «Бизнес с песней. Востребованы ли сегодня в России рынок караоке-услуг?» В гостях у меня Александр Назаров, один из основателей компании CD-COM. Александр, добрый день. Добрый день. Ну что ж, наверное, первый вопрос, даже не традиционный, а логичный, я задам именно этот. Действительно, востребован ли сегодня в рынке рынок караоке-услуг? Есть ли вообще такой рынок в России? Ну, в общем-то, я думаю, есть, судя по тому, что караоке-баров становится все больше и больше. Вот. Немножко DVD, конечно, эти форматы, которые были раньше, они уходят сейчас с рынка, но появляются новые сервисы, о которых мы, может, поговорим чуть позже. Конечно, конечно, конечно. Но люди поют, как и пели тысячу лет назад, и как поют сейчас, я думаю, будут и петь в будущем. Репертуар меняется, но песня остается. Песня остается с человеком, да, если вы помните какое-то время. Назад это замечательные слова тоже активно звучали. Саша, расскажите, пожалуйста, как вы-то занялись этой темой, что называется, да, как вы пришли в этот бизнес? Ну, это очень давно началось, когда еще были диски. Появился такой формат в виде CD, может, вы уже не помните, но... Это формат, который был при тече DVD. И мы были на стыке этих рынков, решили заняться этим форматом. Пускали кино на этих дисках, покупали лицензии. И наши зрители, клиенты писали постоянно, сделайте караоке, а сделайте караоке. Потому что VHS, который был, было неудобно пользоваться. Караоке, хотя мы первые выпустили именно VHS. И на видео CD это было удобно. Меню, выбираешь песню, запускаешь. Качество было сравнимое с VHS. Потом появился DVD, и как-то вот так вот с дисками, вот компания CD.com, и вот так все пошло, и пошло, и поехало. Чуть позже уже мы приобрели портал Karaoke.ru, и уже в интернете начали размещаться. Ну, это как бы уже следующий этап. Сейчас следующий этап. Ну, эти этапы связаны с некими... С развитием технологий, я так понимаю, да? Ну, в общем, да. Прежде всего, прежде всего. А что касается, я не знаю, изменений вкусов населения, да? Раньше пели одни песни, сейчас другие. Это значение принципиально не имеет для вас? Ну, на самом деле, я вспоминаю свою молодость, да, я не очень любил там русские песни, все время пытались петь на английском языке какие-то зарубежные песни, но с годами начал петь русские. Сейчас ситуация такая, что молодежь, в принципе, уже, ну, гораздо лучше по-английски говорит, чем мы, и, в общем-то, и большинство, они используют английские песни, даже непосредственно русских авторов, но с английским текстом. Ну, основной классика Karaoke остается, и в Karaoke-барах ее можно услышать, то есть... Классика какая? Классика зарубежной музыки или отечественной музыки? Я думаю, отечественной все-таки в большей степени, и, судя по нашему сайту, отечественной музыки слушается на 90% и поется именно отечественной музыки, на русском языке. Ну, хорошо, давайте теперь о технологиях, может быть, да, или как это физически, как это выглядит. Начинали вы, как вы уже говорили, да, если сравнивать текущей ситуацией с достаточно примитивной какой-то техникой. Вот, потом это все дело развивалось. Еще очень интересно, мне кажется, да, говорить о том, что возможность попить в Karaoke, она подразумевает некое общение все же, да? Это не, ну, такие индивидуальные занятия, так я скажу. Ну, да. Karaoke, мне кажется, это вообще ресторанный бизнес. И это своя атмосфера, свой коллектив, и ресторан, он делает этот сервис для своих клиентов как дополнительная услуга, как интересная тема, вокруг которой можно общаться, вокруг которой можно разговаривать, как-то развлекаться. Мы, в общем-то, специализировались немножко на другом. Мы выпускали диски, и человек индивидуально мог себе купить для семьи, для детей, для себя, и мог это делать дома. Потом мы работали с компаниями, ну, известными как LG, Samsung, которые выпускали весь в Karaoke рынок, и мы для них делали эти песни. И там появилась новая форма, на диск уже умещалось 4 тысячи песен, на один диск. И в этом есть свои плюсы, свои минусы, но, в общем-то, вот это была как бы следующая технология после просто DVD, где можно записать 15-20 песен. Следующий уровень уже, да? Да. Вот. Сейчас мы говорим о том, что человек должен иметь доступ к каталогу. И в идеале, конечно, должен иметь просто доступ к любому количеству песен. Ну, в авторском поле, который нам авторы разрешили использовать. Ну, вот я хотел бы, да, уточнить, потому что это вопрос тонкий, да, в связи особенно с последними событиями в рамках законодательства, да, с точки зрения авторских прав. Ничего не меняется для нас, да. Ну, просто изменился немножко. С точки зрения авторских прав, всё остаётся по-старому. Автор написал музыку, автор музыки, автор слов написал текст, это является законченной композицией. Мы сделали переработку этой композиции, то есть выпустили аудиовизуальное произведение с титрами, с видеорядом с каким-то. И мы должны, естественно, отчислять за это автору, за авторское право. Если используется песня публично, как в «Кроваке барах» или где-то ещё, то ещё есть отчисление, публичное отчисление. Непосредственно ресторан. Непосредственно ресторан платит со своих мест посадочных или другие формы там взаимодействия. Но, в общем-то, мы и строили так бизнес, что мы хотели создавать, и сейчас хотим создавать новый продукт, который были бы, как бы, продолжением того, что создал автор. И мы это очень уважаем, всегда уважали. Потому что такие вещи написаны композиторами, такие тексты, что иногда даже поражаешься. — Поражаешься в хорошем смысле? — Да, мне очень нравится. Очень много достойных вещей и сейчас, и в прошлом. — И сейчас в том числе? — Ну, думаю, да. — Это интересно. Интересно, конечно. И ваше мнение, прежде всего. Интересно послушать эти композиции. К сожалению, мы не имеем такой возможности. Вот, если можно, поподробнее расскажите о том, как можно продолжить уже законченные музыкальные произведения с точки зрения его интерпретации в караоке, в виде караоке. — Ну, есть написанная музыка, есть исполнение. Можно продолжить создать кавер. То есть создать свою аранжировку и свое исполнение, которое будет, может, интересно определенному аудитории. Это, в принципе, вот каверами, которые занимаются люди. Можно создать аудиовизуальное произведение, видеоклип или что-то еще, создать историю на этот счет и показать это. Можно создать караоке, то есть караоке в переводе с японского на самом деле это оркестр без голоса, то есть отсутствие голоса. То есть мы создаем как бы минус. — Минусовая фонограмма. — Да, накладываем туда музыкальную подсказку, которая желательно, чтобы была сделана живым инструментом каким-то. — Подсказка — это вот мелодия, да? — Да, это мелодия, прописанная инструментом. И человек уже поет по ней. В идеале эта подсказка должна отключаться или регулироваться громкостью. Вот, тогда человек может выбирать. Профессиональные музыканты, конечно, поют без этой подсказки. — Безусловно, она их даже сбивает. — Да, и они говорят, что вы, караоке — это не то. — Это им привязать. — Да, под чистый минус. Для нас, для простых людей, удобнее так. — С подсказкой вы имеете? — С подсказкой, да. Для детей, например. Ну и дальше, может быть, мы можем использовать в треке не только звук, да, который оттуда идет, и видео. Мы можем использовать другие управляющие данные. То есть мы можем, передавая мелодию в виде нот, мы можем управлять, например, процессором. И когда вы будете петь в караоке, процессор, через который вы поете, будет знать, какую ноту вы должны спеть в следующий раз. И будет ваш голос, если даже вы спели мимо, подтягивать в эту ноту. — Мы можем на эту мелодию, которую вы поете, дать Абертона, например, там, Майкла Джексона или кого-то еще, там, Агамаева, и появится. Конечно, это не будет музыкально, да, но это вот такие развлечения, которыми мы, в общем-то, хотим... — Ну, в принципе, такая задача и ставится, да? — Да, это не профессиональный рынок, мы это признаем и понимаем, а мы ставим такой развлекательный. Мы можем управлять светом. То есть мы внутри трека закладываем информацию о свете, и лампочки светодиодные в комнате или еще где-то, они управляются, исходя из этой песни. Что еще можно придумать? — Мы можем сидеть и придумывать. — Модно было, да, цветомузыка такая, да? — Ну, цветомузыка управлялась, как вы помните, или от импульса, да, то есть по пикам, или управлялась по частотам. — Релешка, релешка там стояла, наверное. — Но это не очень удобно. Мы можем управлять с точки зрения, зная гармонию мелодии, то есть мы знаем, куда, какая ступень переходит, какой сейчас будет следующий шаг. Мы можем, и учитывая, как свет влияет на человека, можем эти эмоции пытаться передать в световой палитре. Ну, это так уже в будущем. Пока, честно говоря, этого еще нету, но мы над этим сейчас работаем как разработкой, да. И это, мне кажется, интересно будет, потому что появляется миллион светодиодных ламп управляемых, и сейчас все стало проще, и можно наполнить комнату действительно тем настроением еще визуально, помимо аудиального. — Ну, если так вот продолжить, да, эти мечтания, что называется, да, значит, у нас есть возможность аудио, да, совершенствования, значит, цветового решения какого-то, еще может что-то прийти в голову сейчас? — Ну, вот сейчас вот телевизор и Smart TV, да, о котором мы говорим, в принципе, на самом деле, сервис, который может быть, вы выбираете песню из каталога, который включает в себя там с удобным поиском там 7 тысяч, 10 тысяч фонограмм. Потом вы выбираете видеоряд, который вы хотели, то есть цвет, цветовую гамму или какой-то стиль, и потом выбираете фигурки, которые там будут двигаться, выбираете какие-то эти... — То есть я выбираю из предложенных, да? — Да, пока я пою, вы выбираете. Пока вы поете, я выбираю и ставлю следующий. Плюс мы соревнуемся с вами, потому что мы можем оценивать, правильно вы спели или нет, мы же знаем мелодию, знаем, как вы спели, можем сравнить и посмотреть в баллах. Если вы спели точно, вам много баллов. И в онлайне вы видите, как начисляется, можем с вами соревноваться в этом плане. Плюс мы можем... — Я прошу прощения, мы сейчас прервемся, у нас новости на Финам.ФМ, а потом продолжим. Итак, друзья, мы продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ. Меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в гостях. Александр Назаров, один из основателей компании CD.com. Ну и тема нашего эфира сегодня — бизнес с песней. Востребованы ли сегодня в России рынок караоке-услуг? Ну, я напомню, да, в первой части мы в общих чертах о рынке поговорили, рынок есть, очевидно. Он существует, более того, он развивается, да, как Александр об этом рассказывал. Востребован ли он сегодня? Ну, спрос есть, я так понимаю, да, и постоянно растущий спрос говорит о том, что действительно эта услуга, это способ развлечения достаточно популярен в России. Кстати, пришел он относительно недавно, все-таки, наверное, надо вспомнить, если, да, начало 90-х, начало 2000-х, да, пришел он с Запада, во многом, конечно, мы копировали тогда. А сейчас есть какие-то, я бы так сказал, какие-то специфические российские нюансы вот в этой истории, или, в принципе, это не так важно? Ну, за исключением, может, репертуара, да, отечественного? Ну, вы знаете, у нас считается, там, люди выпили, немножко развеселились, расслабились, начали петь. Если перевернуть это все, то, в принципе, русский человек, если вспомнить бабушек, которые вязали, приходила другая бабушка, они садились, пели хором. Русский человек очень хочет петь, но очень стесняется. И для этого он иногда употребляет алкоголь и что-то еще. И здесь вот немножко другое понимание происходит. Да-да-да, психологический барьер, чтобы какой-то, да, преодолеть. Вот оно что, вот оно, собственно... Ну, здесь можно договориться до абсурда. Вы понимаете? Мы к этому идем, я об этом и подумал. Вот она причина-то, да, вот этого неудержного потребления. Вот оно в чем. Психологический барьер. Очень стеснительный изначально, видимо, русский человек. Давайте вернемся к технологиям. Мы начали мечтать с вами о том, как может караоке выглядеть. А через какое-то время рассказывали мы о том, что есть возможности аудиоряды, да, изменять, совершенствовать и, соответственно, видеоряды, и цветовые решения какие-то. Даже соревнования можно устраивать. Да, игры разные, интересные. А игры именно на базе караоке или исключительно игры, это соревнования в том, кто лучше исполнит то или иное произведение? На базе караоке, например, можно, чтобы не мы угадывали мелодию с пяти нот, а я пою пять нот, и компьютер или телевизор может угадать, что это за песня. И вот так мы можем соревноваться. Акапельная такая часть. Сейчас просто меняется что, интересно, доступ к каталогу. То есть никто не хочет уже, в принципе, скачивать что-то, иметь у себя на борту. Люди хотят иметь доступ к этому развлечению, и чтобы каталог был хороший, чтобы там нашлась его песня. И воспользоваться этим уже проще и проще становится. То есть телевизоры, которые сейчас продаются, они все уже имеют внутри небольшой компьютер. Компьютеры, может быть, не самые сейчас лучшие, но технология развивается, и, в принципе, в этих компьютерах, то есть в смарт-ТВ, в телевизорах, уже все есть. И сервисы тоже стоят. И выбор уже становится удобный, и песню. Саша, сервисы стоят, только их нужно к чему-то подключить еще, видимо, к этому самому каталогу? Нет, просто как это устроено? Вы заходите пультом, открываете смарт-ТВ, он у вас, телевизор подключен к интернету. Вы выбираете сервис, караоке там, и у вас появляется этот сервис. Дальше вы можете оплатить за 150 рублей пользование в течение дня, или за 200 рублей пользование в течение месяца. Вот этим каталогом развлекаться, петь любое количество песен, с кем угодно, как угодно. И мы рассчитываем на то, что люди будут этим пользоваться, когда к ним гости приходят, когда какие-то праздники. Вот сейчас Новый год, в принципе, мы ожидаем очень большого притока людей, больше заботимся о надежности, чтобы сервис там не упал. Не дай бог, в самый неподходящий момент. Да, потому что мы даже не предполагаем, насколько увеличится спрос. Потому что он сейчас растет уже на 70-50% ежемесячно, и на Новый год мы ожидаем рывка. Поэтому все усилия направлены именно на это. Смотрите, он растет на 70-50% ежемесячно в преддверии праздника, в преддверии Нового года. Нет, просто количество телевизоров покупают больше и больше. Все они обладают смарт-ТВ сейчас. Люди стараются подключить, посмотреть, что там есть интересного. А, кстати, это аргумент при выборе телевизора сейчас, по крайней мере. Вот в этом есть смарт-ТВ, а в этом еще нет. Я поэтому беру. Но все равно, наверняка, подороже все-таки будет. Ну, незначительно совсем. То есть некоторые модели уж совсем маленькие, меньше 20 дюймов, не делаются со смарт-ТВ. Но большинство фирмы большие, они делают всегда обязательно. Ну, для меня был аргумент. Раньше, помните, был аргумент купить такой DVD-плеер или с караоке-функцией? С четырьмя тысячами. Цена одинаковая. И за счет этого, собственно, была конкурентная борьба. Люди покупали с караоке. Например, сейчас нет уже такого практически. Хотя караоке-дивиди-проигрыватели еще продаются. Они уже стоят совсем дешево. Они уже как раритет такой, да? Архаизм воспринимают. Ну, это мы так думаем, потому что мы уже убежали в технологиях. Но реально это еще пользуется популярностью. Просто использование вот нового сервиса, оно гораздо удобнее. Каталог больше, не нужно никакие диски, ничего не ломается у тебя. Хочешь – пользуйся, хочешь – не пользуйся. Ты можешь на день рождения подключить и целый год вообще не пользоваться этим. Пришли дети, например, и можно попеть детские песни, поиграть в эти игры. Вот это интересно. Это здорово. И в будущем мы за этот год, за 2014 год, конечно, хотим сделать прорывы технологичные. Будет интересно, мне кажется. И вот то, что мы разговаривали, хотим все реализовать. Ну, дай бог, что у вас получится. Я опять вспомнил о том, что мы говорили, да, что в публичных местах организуют караоке для того, чтобы люди пришли, там, пообщались, да, друг с другом. Вот такая возможность предоставляется теми или иными заведениями. А при возникновении вот этих новых технологий, может быть, и не будет смысла такого, да, идти куда-то для того, чтобы попеть караоке. Вот здесь нет никакой парадокса или конкуренции, может быть, такой нездоровой? Да нет, просто в этих заведениях, как правило, есть бокалисты, есть профессиональный звукорежиссер, есть хорошая акустика. То есть ты чувствуешь себя по-настоящему звездой. У тебя не просто звук идет, а у тебя все тело вибрирует в такт музыки. Поэтому я думаю, что мы к этому относимся как к более профессиональному использованию. То есть это для домашнего пользования, да, а здесь я уже, видимо, почти на эстраду уже, на настоящую. Ну, я тренируюсь дома, тренируюсь, какая-то песня у меня получается, потом я могу выйти в караоке-клуб и уже спеть. Уже на публике что-то. Да, это уже, это еще один барьер. Это следующий уровень тогда, да? Ну, в общем, да. И хорошо, что эти бары развиваются, открываются, потому что очень приятно, что ты... На самом деле я к песне отношусь, ну, с таким... Когда человек поет и хочет что-то спеть, действительно, от души, он открывается. То есть он становится уязвим, он открывает всю свою душу. Это не просто показ... Как это сказать? Казуха. Да. Это вот открытие себя. И как бы на суд зрителя ты... То есть ты обнажаешься. И это такая интимная вещь. Безусловно, безусловно. И сейчас, знаете, говорят, вот с барами я общаюсь, они говорят, что публика становится, ну, более цивилизованной. Вот эти вот компании какие-то, да, там спортивный костюм еще, там, вот деньгами, мы, там, мы поорать, попьем. Ну, вот меняется разговор. И уже, как бы, вот фейс-контроль присутствует в кровати-клубах, может быть, чаще, чем в ресторанах. Хорошо это плохо, не знаю, но... Нет, это наверняка хорошо, ну, как минимум, если даже вот прослеживать все, о чем вы говорили. Я хотел бы вот на что сделать акцент. Согласен абсолютно с вашей точки зрения. Человек, исполняя, да, начиная петь, все-таки он действительно обнажает душу свою, прежде всего, если это не показуха просто, о чем мы говорили. И в этом случае... А сейчас я сформулирую. В этом случае имеет значение, умеешь ты петь все-таки или нет. Потому что человек, обнажающий душу, но при этом имеющий след лапы медвежьей на ухе, ну, я уж не знаю, сам он, как правило, не особенно, да, по этому поводу переживает, а вот окружающие могут... Ну, говорят, что на Филиппинах вообще выгоняют, если ты спел неправильно, мимо, неправильно сантонировал из бара. С другой стороны, я помню, когда мы выступали, мы не профессиональные музыканты, но в компании мы делаем вечеринки, мы делали большую вечеринку там на новогоднем празднике, были профессиональные музыканты, мы сыграли все в зал, конечно, была аудитория наша же. А профессиональные музыканты в зале были в качестве слушателей или... Они выступали, они профессионально делали, мы это сделали как капустник такой, и мы так переживали, вот мимо нот там сыграли, да вы что, вот такая энергетика, это неважно, какие ноты, никто даже не заметил, что вы сыграли. Конечно, люди замечают, что сыграно, но, мне кажется, сама харизма, когда человек выходит к микрофону, когда он его держит, и как он себя ведет, во многом это больше, чем само правильное музыкальное, грамотное. У меня есть приятель, но, правда, я уточню, что он профессиональный музыкант, вот он относится к караоке как к одному из типов самодеятельности, ну, который, естественно, как профессиональный музыкант воспринимать нормально не может. И он, как бы, принципиально не ходит ни сам, да, ни, естественно, в компании в такие не появляется. Вот это позиция правильная или все-таки это, ну, проблема профессионального музыканта, он не может воспринимать подобные вещи? Ну, он, если он сам поет, он может спеть и уйти, да, например, там, но он не может слушать. Слушать не может, да, именно. В Америке караоке, насколько я помню, появилось в промежутках между тем, как играет группа, группа устает и хочет уйти отдохнуть, включали на экране, заводилась караоке, то есть минус этой группы, и текст был, и толпа, которая стояла, она пела это все. И потом присудили этому человеку, который это придумал, приз за терпимость, потому что люди в караоке, они, в общем-то, терпимы к другим людям. И во многом это открывает, ну, такое общение, о котором я говорил, то есть такое искреннее, такое человечество, которого, в общем-то, мы не так часто видим здесь, в городе. Ну да, согласен, согласен. То есть это все-таки в конечном итоге еще одна из возможностей, да, одна из форм человеческого общения, ну, найти, я не знаю, там, близких по духу, да, близких по вкусам. Вот, кстати, в разговоре о вкусах, наверное, тоже это важно, хотя, если мы выходим опять на каталог, который будет где-то, да, там, собственно, проблем никаких. А вот до этого момента, да, один любит одну песню, другой, другую, ну, один музыкальный жанр, другой, другой, вот здесь не возникает никаких конфликтов. Ну, наверное, возникает, но есть караути-клубы, которые специализируются там на R&B, например, на рэйп, даже по жанрам, да, и туда ходит определенная аудитория, другие. Ну, пока такого разделения я вот не замечал. Это о чем говорит, что мы всеядны все же? Или просто это не так актуально, может быть, да? Может, мы терпимы больше. И потом все-таки в караути-клубах люди поют нормально. И знаете, на эстраде бывает поют похуже, чем там. Про эстраду даже не хочется вспоминать сейчас, тем более уж про минус мы заговорили, или про плюс, да, который можно вот точно так же сделать, как вы вот сейчас говорите, да? А потом, знаете, я вспомнил такую вещь, что профессиональный музыкант, когда выступает и поет, иногда это слушается не так энергетически сильно. Да, не все, но бывает так, что человек просто пытается показать, как он хорошо поет, или показать свои, да. Как он умеет. А человек, который поет, может, не так сильно, но с такой душой, и это гораздо больше аплодисментов и зрительских симпатий. То есть опять мы выходим к тому, что есть, да, ну, если не разделение, то две, по крайней мере, части, да, это профессионализм с точки зрения интонирования, да, и это эмоционально на полность, которое, в конечном итоге определяет, может быть, даже больше степени успеха. Саша, спасибо, мы еще раз прервемся, послушаем новости на Финам.ФМ, потом продолжим. Итак, друзья, продолжаем эфир, бизнес-класс на Финам.ФМ, меня зовут Олег Дмитриев, сегодня в студии Александр Назаров, один из основателей компании Сидиком. Мы говорим о предновогодней теме, такой бизнес-песне, востребованной сегодня в России рынок караоке-услуг. Саша, следующий вопрос у меня, если можно, расскажите поподробнее о вашем ресурсе, караоке.ру, по-моему, так это называется, да, караоке.ру. То есть как это выглядит, какие функции, собственно, что я могу найти, зайдя на этот ресурс. Ну, это веб-ресурс, сейчас он как бы работает, в принципе, на всех браузерах, вы можете спеть там песню, там каталог где-то 4000 песен, вот, можете выбрать песню, спеть бесплатно, и можете записаться. Вот, на планшетах запись не работает сейчас, но это вопрос там времени. Времени, да. Вот, вы можете записаться, оставить фонограмму, публиковать ее где-то там в социальных сетях или там же на ресурсе, попробовать себя в качестве там исполнителя. Ну, в общем-то, и сделать это бесплатно, потому что мы, в общем-то, получаем с рекламы. То есть он монетизируется за счет рекламы, которую рекламодатель размещает перед роликом. Там 50% роликов идут с рекламой, ну, по-разному это бывает. Ну, изначально, вот, вы чем были мотивированы, когда ресурсы этот затевали? Опять-таки, продвигать в массы, что называется, да, идею караоке? Или пытались заработать исключительно вот на возможности, которые предоставляете, да, спеть или записаться? Ну, мы вот, на самом деле, сейчас размышляем так, что мы делаем бесплатный ресурс для людей, которые любят это петь, могут записаться, и им будет интересно. Мы о песне хотим сделать... Если вы заходите на песню, вы можете посмотреть ноты, посмотреть текст, посмотреть музыку, такое исполнение, такое... Сравнить можно, да? Как один это уже делал, второй делал, третий делал. В идеале на следующий год из этого ресурса сделать... Во-первых, мы хотим изменить дизайн и сделать из него такой справочник песни. То есть когда вы заходите на песню, вы можете посмотреть, как она была спета, где она участвовала, когда первый раз, какие авторы написали. Потому что мы знаем исполнителей, авторов не знаем. Ну, как правило, да. Какие у этих авторов еще песни сделать, вот эти вот перекрестные. И на Караоке.ру это ресурс, где вы можете бесплатно спеть. Мы приглашаем рекламодателей, там аудитория поделена определенным образом, и, в общем-то, мы с этого зарабатываем. А второй ресурс, masterkraoki.com, это ресурс платный, где вы покупаете там за 200 рублей в месяц, вы покупаете доступ к каталогу. Вот, и там уже видеоклипы созданы определенным образом, ну, в Караоке режиме. И его мы пытаемся продавать через Smart TV, через приложение для мобильных телефонов, через тот же веб, но это уже платная форма. На ней будут более профессиональные вещи использоваться. Вот я хотел, да, и вещи, и, наверное, рассчитана она уже, да, на тех, кто, ну, как бы, профессией пытается овладеть, не просто ищет способы развлечься, да, а какие-то уже вынашивает планы в отношении дальнейшего будущего. А вот для этого мы создавать хотели несколько сервисов. Сервис вот записи профессиональной, где помимо будет стоять гармонайзеры, можно будет свой голос поправить. Сейчас уже это можно делать, ну, в таких примитивных сетах, но, в общем-то, такая виртуальная студия, она позволит многое изменить в голосе. Мы сейчас разделили голос, мы записываем отдельно, а сама фонограмма звучит отдельно. Мы эти голоса можем накладывать, то есть вы можете наложить свой бэк, вы можете попросить каких-нибудь, если у вас мужской голос там низкий, вы можете просить девушек спеть бэк или спеть второй голос в октаву там или в квинт. Это все доступно, вот мы сели рядом, да, перед монитором, и все это вместе можно сделать. Ну, в общем, да. Вот, и хотим сделать сервис обучения, онлайн обучение вокалу, приглашаем для этого студии вокальные, потому что их много, и люди учатся вокалу. И у нас сейчас на сайте где-то около трех миллионов посещений, вот, и вот на следующий год мы хотим найти несколько студий, которые бы могли предоставлять свою услугу для наших клиентов. Ну, физических студий уже, да, не виртуальных? Да, физических студий, потому что обучение пение, человек может за несколько занятий петь в два раза лучше, это доказано, потому что первый этап, он очень быстро набирается, а вот мастерство это уже десятилетие, и там на один процент будет рост. Ну, хотя бы вот этот первый этап дать, и мы не лезем, конечно, в профессиональную область, потому что все равно это развлечение, но петь красиво, это не так сложно, как кажется. И некоторые педагоги говорят, что любого человека... Ну, вот я хотел уточнить, действительно, я слышал такое мнение, и на ваш взгляд, вы согласны, Александр, да, что, в принципе, петь, ну, более-менее прилично, по крайней мере, можно любому, по сути. Да, это не за одно занятие, но, в принципе, да, потому что много у нас загадок есть, которых я, когда узнаю, тоже удивляюсь. Например? Ну, например, что нужно научиться резонировать, то есть голова — это резонант, такой же, как дека у гитары или у фортепиано. Да, слышал я, труба, внутри какая-то труба, голос появляется. Да, 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 вот здесь носоглотка. Приёмы просто, как взять высокую ноту? Есть приёмы дыхания, как это делать точно, как подгребать к ноте, не как в этом мы делаем, а более точно. И так далее. Это не будет ещё профессиональное пение, ты не создашь ещё по-настоящему музыкальную композицию, но это будет звучать на порядок лучше. Кстати, не создашь музыкальную композицию. Мы говорим вокруг исполнения, да, а есть, может быть, мысли или планы реализации создания музыкальной композиции с точки зрения написания музыки или слов, каким-то образом предложить через этот ресурс её? Мы хотим сделать следующее. Первое. Текст написан на разных языках. На русском, на английском, на японском, на французском. Человек может зайти и спеть на любом языке песню. Мы знаем, например, My Way, да, песня. Это написали французы, она изначально французская, эта песня. Потом уже японантка написал, а я сделал американскую. Вот для многих это открытие. Есть на русском языке переводы. Мы хотим это объединить на одном ресурсе, чтобы вы могли песню исполнить на любом языке. Второе. Это то, что разные использовать аранжировки. То есть в разном стиле можно эту песню спеть. Даже детскую песенку спеть в джазовом стиле с определённой манерой и для этого создать фонограмму. Вот. И приглашаем, в общем-то, людей, которые создают. Третье. Мы хотим сделать ноты. Сделать ноты, так называемый фейкбук. Это когда мелодия, сверху гармония, снизу текст. Потому что странно, что в русской музыке, в русской эстраде этого не существует. Хотя американские эти фейкбуки и там рейлбуки, как они называются, они существуют повсюду. И также потом приглашать музыкантов, которые будут писать ноты для фортепиано, для начального уровня, для среднего ноты, для трубы и так далее. Мне кажется, это будет интересно. Не знаю, насколько у вас требовано. Но это надо протестировать просто. Да это надо создать. Просто в России никто не создаст. Нам это проще создать. Потому что фонограммы так-так делаем. Музыканты так-так записывают фонограмму. Ну смотри, вы вспомнили, что есть аналоги, да? Американские, прежде всего. Джазовые. Джазовые. В основном. В принципе, можно, наверное, воспользоваться для начала, по крайней мере. И мы хотим еще создать обучение игры. То есть, в принципе, видя вот эту гармонию, мелодию и текст, я могу сыграть на фортепиано эту композицию. Просто с листа. Профессиональный музыкант сыграет в более сложной фактуре. Может добавить аккорды, может изменить какие-то движения, сделать. Ну вот такого тоже, в принципе. Ну, эстрадники, наверное, умеют это делать. Но в музыкальных школах и в училищах обучают все-таки играть по нотам. С листа играть или как-то передавать. Там другие задачи, там исполнительские задачи. Как сыграть одни и те же ноты, в классике, например, но сыграть так, чтобы это звучало. И сыграть от себя, передавая себя. С душой опять к этому возвращаемся. Да. Ну, вот те идеи, которые вы сейчас озвучивали, они все-таки в большей степени опять развлекательную какую-то задачу ставят? Или задачу обучающую уже? Для меня это социальная нагрузка. Я думаю, что надо сделать. Я просто хочу это сделать и сделаю это независимо от того, выгодно это будет, прибыльно или неприбыльно. Конечно, если автор позволит, то есть, ну, каталог будет зависеть от того, какие разрешения я получу. Но у нас хорошие отношения с авторами, в общем-то, я думаю, здесь не будет. А, кстати, вот эти самые пресловутые разрешения, это все на уровне человеческого взаимоотношения или надо, я не знаю, там через патентное бюро обращаться? Есть авторы непосредственно, которые владеют авторским правом и могут дать на это использование. Это использована переработка. То есть, к ним надо просто обратиться, да, чтобы они дали официальное... Да, но большинство это делается через авторские общества различные, их там несколько. В России. В России, да. И с ними, ну, иметь отношение по этому контракту. Иногда это в жесткий счет фиксировано, иногда это в роялти идет. Вот, сейчас просто ситуация такая, что рынок дисков уже закончился, а рынок интернета еще не начался. Такая будет... Ну, посмотрим. Нет, действительно, ситуация сложная, когда что-то уже закончилось, а второе еще не началось, это сложная ситуация такая межвремени, да, безвремени такая. Ну, действительно рынок дисков уже закончился? Думаю, да. Торговые точки сокращаются значительно, и, в общем-то, или пойдет это в диске очень высокого качества и во что-то такое. Ну, в принципе, в интернете мы всё смотрим. Обидно становится только за то, что человек сидит в студии, записывает каждую тарелочку, каждый звук вымеряет, а потом это всё в MP3 сжимаем и через iTunes продаём или через что-то ещё. И вот этого я не могу понять до сих пор. Почему не появилось, во-первых, для России Lost Less, чтобы это хотя бы было нормального качества, и почему издатели не делают высокого качества фонограммы? Потому что каждый музыкант сейчас прописывается в Германии, в Лондоне, в Америке. Ну, то есть в классных студиях имеется. Да, и работает над каждым звуком. А потом этот звук берут и закачивают, слушают через айфоны. Да, это проблема. Но это проблема нашей действительности или это проблема мировая? Ну, если говорить про популярную музыку, про большинство людей, то это мировая проблема. В принципе, у них там всё есть. То есть я могу свою музыку взять в хорошем качестве. И даже на том же iTunes. В России этого нет пока вообще. Ну, может, придёт время, а может быть, просто никто не ставит такой задачи, потому что нет монетизации этого. Может быть, считают, что этот рынок настолько мал. Но рынок вообще музыкальный находится на дне, наверное. И мы думаем, что, может быть, вот этот 14-й, 15-й, 16-й год будет развитие этого. Почему? Почему вы так думаете? Ну, потому что, когда всё плохо... Всё плохо, да? Народ начинает петь, да. Нормально. Люди соскучились по музыке. Люди соскучились по нормальной музыке. Ничего такого сильного не было за последнее время. Ну, в большом количестве. Конечно, были проекты неплохие, но такого большого ничего не было. Я подумал о том, что действительно, если оценивать ситуацию, которая происходит сейчас, наверняка у людей есть повод соскучиться по хорошей музыке. Другой вопрос, откуда она возьмётся-то? Ну, будет потребность, и музыка возьмётся. Она есть, наверняка, мы просто её не видим. Мы её не слышим по центральному телевидению. Именно потому, что нам центральный телевидение предлагает что-то другое. Там сложные, даже дело не в этом, наверное, сложные взаимосвязи. Вообще современный мир становится более такой индивидуальный. То есть раньше вот мы слушаем это, и вот это популярно, и нужно крутить. Сейчас каждый человек, у него он слушает свою музыку. Он её находит в интернете, он её как-то там записывает, он её слушает. Но пока никто не берёт на себя ответственность понять это, да, и выпускать действительно качественную музыку, и помогать молодым музыкантам, молодым авторам развивать это. И сделать так, чтобы это услышало большее количество людей. Это обычно стоит денег, и нужно какую-то философию поднять. Да-да-да, то есть опять-таки должен появиться кто-то, да, кто возьмёт на себя ответственность, возьмёт на себя расходы, возьмёт на себя смелость вот этим заняться. Сейчас этого кого-то нет. Да, я думаю, это появляться будет вот прямо сейчас. Ну и, кстати, этого кого-то нет, может быть, ещё и потому, что этот кто-то, ну, извините, уже так в кавычках я повторяюсь, этот кто-то понимает, что вот здесь заработать можно, здесь и сейчас. А вот, да, заработать на том, о чём мы сейчас говорим, это под большим вопросом ещё. Ну, может быть, в этом проблема? Сейчас заработать тяжело на музыкальном рынке всем. В принципе, да? Где бы то ни было. Да, и все люди нормальные, и всё это понимают. Но что-то изменится. Что-то изменится. Ну, наверное, если с точки зрения диалектики, ну, не может не измениться, жизнь движется вперёд, и слава богу. Саш, спасибо ещё раз, мы прервёмся. Друзья, новости на Финам.ФМ, и потом продолжим эфир. Итак, друзья, мы продолжаем эфир. Бизнес-класс на Финам.ФМ. Сегодня мы обсуждаем бизнес с песней. Востребованы ли сегодня в России рынок караоке-услуг? В гостях у меня Александр Назаров, один из основателей компании Сидиком. Саш, кстати, я, наверное, прошу прощения, может быть, с этого и стоило начать. А компания Сидиком, её название и, собственно, суть, чем вы занимаетесь? Сидиком. Мы, как издатели, наверное, выступали. В общем-то, после видеосиди и DVD, которые мы делали, мы вот нашли такую нишу и, в общем-то, занимались караоке. Продавали свой каталог, активно дистрибьютировали во все сети. Потом мы занимались аудиокнигой, когда она только разрождалась. И мы сейчас имеем каталог аудиокниг, и издаём. Это тоже, я считаю, перспективное направление в будущем. Вот с точки зрения, да, это тоже интересная история, с точки зрения перспектив аудиокниги, да, значит, перспектива в чём? В том, что народ всё же активнее будет, да, к литературе обращаться. Ну, я надеюсь. Активнее, чем сейчас, да. Я уже пробки благотворю, потому что в пробке я слушаю по одной главе, вот пока еду, ребёнка отвожу в школу и еду на работу. В принципе, я прослушиваю гораздо больше, чем могу прочитать, просто благодаря пробкам. И ассортимент, конечно, недостаточно большой, где-то около четырёх, там, 3 800 последних было книг, но они сдаются постоянно. И, в общем-то, я думаю, это будет популярнее даже, чем тексты. Хотя тексты сейчас пользуются большей популярностью. Электронные. Электронные, да. Потому что это удобно, и вот за рулём лучше ничего не придумаешь. Ну, и вторая составляющая тоже, да, мы её обсуждали уже с точки зрения других ауди-носителей, это технологии непосредственно, да. Если раньше эти книги у нас были на кассетах, потом они также на CD, сейчас опять мы в интернет идём. Да, мы будем иметь доступ к каталогу, и этот каталог мы будем использовать. Или книгу как бы покупать, ну, то есть она будет находиться где-то на сервере, просто мы её будем, или покупать к себе на борт телефоны. Ну, то есть скачивать, да, как принято раньше было говорить. Ну, в общем, или просто покупать право на использование каталога. То есть я плачу 10 долларов и пользуюсь каталогом в течение какого-то периода времени любыми книгами, слушаю сколько хочу, не скачивая. И при этом используют разные носители, да, не обязательно там, я не знаю, обязательно иметь определённый вид смартфона или там айфон или что-то ещё. Да, просто приложение есть для определённых видов носителей. Носители информации как таковые, ну, как мне кажется, уже, в общем-то, это вчерашний день. Ну да, сейчас всё в облаках. Да, потому что даже скачивая, нужно хранить это потом, чтобы хранить, нужно заботиться о том, чтобы было дублирование, копирование, что массивы. Да, не дай бог, чтобы он не упал, да. Да, это нужно поддерживать. Зачем? Когда этим занимается профессиональная компания, которая всё это делает, и с текстами, и с картинками, и со всеми функциями, которые могут быть внутри книги. У нас, кстати, приложение было, мы хотели объединить эти тексты, то есть мы подразумевали, что вы читаете текст, надоело читать, нажали кнопку. С этого момента начинается рассказ. Надоело, нажали кнопку, читаете опять. Ну, как фишка такая. Да, нет, я согласен, но это полезная фишка, во-первых. И опять, всё упирается пока что в технологии, потому что через какое-то время это будет доступно, через какое-то время это можно будет сделать легко. Здесь нету проблем никаких нет. Да, здесь технологию уже догнал. Есть много проектов, которые технологии ещё не добежали туда. Например, можно несколько примеров? Вот, например, вот то, что я вам говорю, что вы не будете петь мимо. Да. То есть устройство, которое сейчас, гармонайзер, работает недостаточно профессионально. То есть профессиональные гармонайзеры, которые будут подтягивать ваш голос в нужную ноту или придавать вам тембр или давать вашему голосу ещё что-то, они профессиональные железы дорогое достаточно. Скоро это будет в телевизорах и будет в айфонах и везде. Вот. Какие-то интерактивные вещи, когда мы пользуемся с вами караоке, вы у себя на кухне, я у себя на кухне, и мы видим друг друга. То есть вы видите мою гостиную, я вашу гостиную. И поём вместе, по сути. Да, и поём вместе, соревнуемся, у нас отражение, всё это показывается. Вот. И можем также петь с любыми людьми на планете, то есть это не проблема. Люди в клубах, которые приходят, могут заводить свою именно композицию, своим видеорядом, создавая его сразу. Но вот эти технологии, это вопрос там года-двух. И я уж не лезу тут совсем далеко. Вот. И хотелось бы, конечно, создать ещё сервис, чтобы мы могли предоставлять тексты, люди пишут стихи, и люди пишут музыку, и чтобы они могли найти себя. Находить друг друга, да? Да, найти себя, найти исполнителей, найти какие-то идеи, о которых мы даже не догадываемся сейчас. И вот такой сервис был бы тоже интересен. Технологии обучения, например. Когда в онлайне мы будем учиться и будем иметь доступ к педагогу, живому педагогу. В онлайне в любое время, независимо от того, когда... Ну, то есть, не записываться надо. Я сам занимаюсь сейчас музыкой активно. И, в общем-то... А занимаетесь также в интернете? Нет. Живьём ходите куда-то, да? Ипосредственно к педагогу? Да. Ну, удобно было бы для вокала, конечно, мы хотим создать вот эти нотные приложения, разные упражнения, и это будет онлайн обучение. Будет живой педагог, но инструменты будут использоваться онлайн. И ноты листаются, и показывается, как петь, упражнения различные. И вы видите визуальное отражение своего голоса. То есть, вы когда поёте, вы на экране сразу видите, куда голос ваш попал. Вот нота, уровень, а вы попали или выше, или ниже. Это уже на Крауокеру есть, можно посмотреть, как это работает, петь с баллами. То есть, ваш голос, точечка показана. Если вы попадаете в мелодию, то у вас зелёная штучка, и вам баллы начисляются. Если не попали, вам показано, вверх вы или вниз поёте. Но это только начало, а это можно развивать, и из этого сделать действительно интересные продукты в будущем. Ну, я подумал, что это интересно. То есть, можно такой, да, подобие тира. Подобие тира. Попал голосом точно туда, куда следовало, или промахнулся чуть выше, чуть ниже. Вот вы идею только что родили. Как развлечение, для детей особенно, да. Когда их надо учить петь, ну, просто петь, а учить попадать куда-то тоже было бы интересно. Или голосом выбивать каких-нибудь игрушек. Получать призы. Дартс такой, да, голосовой дартс. Ну, здорово, мы как-то, вот, всего лишь час в эфире уже сколько, да, замечательных идей родилось. Ну, на самом деле, не так много времени осталось. На самом деле, все-таки, я хотел бы подчеркнуть, если вы со мной согласитесь, что о чем бы мы ни говорили, и в частности, вот мы все-таки сейчас, да, в основном о неких художественных ценностях ведем беседу, о чем бы ни говорили, все упирается все-таки в высокие технологии. Ну, упирается в той или иной степени, но, опять-таки, речь о том, что вся наша жизнь сейчас, она в той или иной степени зависит от высоких технологий. Мы погружены в интернет, мы в социальных сетях, и даже вот эти все текущие какие-то новшества и будущие новшества, они будут связаны именно с этим. Ну, я думаю, что мы должны, наши идеи, они должны быть впереди этих технологий, потому что они связаны с нами, с людьми, а технологии должны догонять всегда. А так может быть? Ну, вообще так и происходит. То есть у людей есть идея, и технология приближается. И когда она появляется, те люди, которые были готовы, они пользуются этой технологией в полном мере. Но вот поэтому и нужно заранее вот эти идеи прорабатывать и уже на коленках все это создавать, эти проекты. У нас сервис уже создан на коленках, там, ручками. Первые караоке мы закрашивали в АХС руками, вот, а потом появился DVD, и так же и во всем остальном. В АХС сейчас вообще нигде не используется? Это уже такой, да, совсем дедовский такой способ. Я вспоминаю просто, ну, совсем недавно, да, там, несколько, может быть, там, ну, пять лет, еще вот огромная кипа этих самых кассет стояла. Да. Да. Навивала какие-то воспоминания. Сейчас стоит, когда кипа DVD, у всех, наверное, дома такая. Совершенно верно. Ты думаешь, ну, зачем же мне это нужно-то, ну, и уже пользуешься сервисами, и, конечно, ну, сокращается. Про диски можно забыть. У меня компания CD-ком, переименовывать не хочется, я думаю. Просто и история есть история. Мы с этого начинали, мы очень на этом много поняли, как бизнес устроен, как этот рынок устроен. Хорошо, Саш, давайте, у нас две минутки, собственно, давайте подытожим наш сегодняшний эфир, нашу сегодняшнюю беседу. Ну, во-первых, возвращаясь к рынку караоке услуг, да, к рынку караоке, востребован он будет, да, насколько востребован, и, может быть, даже если какие-то сухие цифры вы предложите, да, с точки зрения прироста этого самого рынка, ну, в ближайшие там несколько лет. Ну, у каждого в семье есть телевизор, значит, у каждого в семье хотя бы три раза, ну, или два раза есть день рождения, и иногда приходят гости, поэтому в каждой семье один раз за год будет запущен сервис караоке. Как минимум. Как минимум. А это все-таки 50 миллионов семей для России. Вот вам, пожалуйста, посчитайте, да? Да, и поэтому правоостребованность рынка вопрос времени, и не надо стоять на месте, нужно развиваться, нужно осознавать, почему же люди поют, а что им давать, и нужно сделать это интересным, и петь или просто слушать музыку уже недостаточно, почему-то, хотя это грустно осознавать, уже хочется чего-то большего, большего и большего, это наша такая потребность. Ну, это нормально, да, человеческая потребность. Ну, да. Никогда достигнутым не удовлетворяется человек, как известно, хочется больше и больше. Не самые лучшие, кстати, наши потребности. Не самые лучшие. Нет. Я понял. Я понял, хорошо. Хорошо, хорошо. Ну, и последний вопрос, да, который я хотел вам сегодня задать, ваши личные планы, ваши личные творческие планы, ну, именно в буквальном смысле слова, учитывая то, что вы рассказали сегодня, да, что вы занимаетесь музыкой активно, это помогает в бизнесе, прежде всего, или это просто... Нет, это для себя, просто я много не занимался бизнесом и занимался музыкой больше. А у вас музыкальное базование есть, да? Ну, нет. Ну, я играл на гитаре, сначала я учился на баяне, потом играл на гитаре, потом жена мне подарила трубу, а потом вот как-то вот фортепиано мне всегда хотелось. Вот четыре года я уже занимаюсь. Ну, и смотрите, всё вы в какой-то степени освоили, да? И баян, и гитару, и трубу, и сейчас вот фортепиано. Нет. Нет? Ну, мне нравится, что я никогда не прекращу учиться. Вот, это приятно. Ну, в таком музыке. А, музыке. Это невозможно. В глобальном смысле. Да, то есть это как... Начинаешь этим заниматься и на всю жизнь. То есть я для себя развлечения придумал на всю жизнь. Вот, а в бизнесе мне просто хочется создать хороший продукт, который будет интересен людям, и они будут пользоваться с удовольствием. И, в общем-то, я на себе чувствую эту ответственность. А, кстати, можно говорить о том, что человек, который занимается творчеством, ну, вот, по велению души или, может быть, по какой-то другой причине, ему и в бизнесе, ну, может быть, если не проще, да, то вот этот творческое его начало, оно его активнее ведет вперед. Бизнесмена. То есть у него не просто циферки в голове, да, мелькают туда-сюда, туда-сюда. Ну, у него есть какой-то такой вот этот... Ну, здесь его ведет вперед, но с бизнесом ничего общего не имеют. Потому что обычно проекты, которые ты хочешь реализовать, они не очень рентабельны. Понятно. Вот. А музыкантов-то вообще не заставишь ничего делать нормально. Ну, да. То есть они... У них творчества хватает в их профессии. Совершенно верно. То есть им дополнительного адреналина не нужна. Они наполнены этим. Дай бог. Спасибо. Спасибо огромное. В гостях Александр Назаров, один из основателей компании CD.com. Сегодня был в студии бизнес-класса. Спасибо огромное, Александр. Уважаемые слушатели, спасибо вам за внимание. Всего хорошего, успехов в бизнесе. До свидания. Спасибо.